Приветствую вас дорогие друзья! Сегодня я хочу познакомить вас с удивительным лекарственным целебным растением, которое растет у многих в саду и в огороде. Это юканичита. Это растение считается женским и если вы прислушаетесь к моим советам, ваше женское здоровье всегда будет в идеальном состоянии. Дорогие зрительницы, обращаю внимание, что консультация врача-гинеколога-энтогринолога обязательно. Народная медицина приходит нам на помощь более 4000 лет и помогает вернуть женщине здоровье, отдалить старость и помочь нам в восстановлении или профилактике каких-либо заболеваний. Юка удивительное растение, я им пользуюсь уже несколько десятилетий. Прежде всего на наше здоровье могут влиять стрессы, диеты, использование гормональных терапий у женщин и безусловно процессов может быть очень много. Как же восстановить свое здоровье? Нам нужно обратить внимание на травы, которые восстанавливают, поддерживают и профилактически защищают нас. Сколько бы вам не было лет, начиная от пубертатного периода и буквально периода климакса-минопауза, юка очень хорошо восстанавливает гормональный баланс. Для женщин репродуктивной функции юка поддерживает созревание яйцеклетки, позволяет усиливать синтез фоликостимулирующего гормона. И это помогает вам, если вы планируете беременность, и восстановить женский цикл. Юку мы пьем в этом случае примерно с 5 по 7 день, начиная с 5-7 дня цикла и до 15 дня. И назначают 2-3 месяца. Обычно это идет столовая ложка, на стакан просто кипятка остывает, и вы пьете вот этот стакан на протяжении дня. Если вы подвержены стрессам, эмоционально неуравновешены, я вам советую добавить еще травы, которые содержат седативные вещества, очень хорошо, чтобы вы успокоились. И это тоже юка, и плюс такие травы будут способствовать созреванию яйцеклетки. Пожалуйста, берегите свою нервную систему, не позволяйте негативным эмоциям брать верх над вами. Очень хорошо юка помогает нам, как адаптогенное растение, юка помогает, как корректор мозгового кровообращения и, безусловно, улучшает веноток. А для болезней матки, воспаления, фиброза, фибромиомы это тоже очень хорошо. Юка очень хорошо используется при снижении уровня экстрогена, и здесь содержащие фитоэкстрогены оказывают заместительный такой эффект и помогают в восстановлении женского здоровья. Обратите внимание, если у вас какие-либо проблемы со щитовидной железой, это тоже может влиять на ваше женское здоровье и может привести к раннему истощению яичников. А вот как раз юка, видите, вот такие вот цветочки, которые сами осыпаются с растения, лучше всего их собирать, потому что если сорвать свежие, их очень сложно засушить. И очень хорошо, как адаптоген, используется как антиоксидант, восстановление всех функций женщин и нерегулярные менструации. Передменопаузный период тоже вы можете использовать юку, очень хорошо помогает. Улучшает обмен веществ. Все, что можно гармонизировать, она гармонизирует, снимает болевые ощущения во время цикла. Это очень важно. Обращаю внимание на то, что некоторые препараты, особенно транквилизаторы, могут дать проблему с выработкой пролактина. То есть у вас может быть увеличение набухания груди, может быть кисты, мастопатия. И вот как раз юка уменьшает уровень пролактина. И это очень важно в раннем климаксе, опять же, при мастопатии, при болезненном набухании молочных желез в конце менструального цикла. И юка очень хорошо устраняет приливы. Это трава, которая укрепляет нашу мозговую деятельность, улучшает работу надпочечников, если у вас есть энергетическое истощение, стрессы, курение. Юка очень хорошо относится к лимфодренажным травам. И вот именно за счет этого она применяется при мастопатии. Обратите на это внимание. Юку мы используем при обильных месячных, при миоме матки, гиперплазии, эндометриозе, воспалении придатков. И юка очень хорошо улучшает здоровье женщины. И обращаю внимание, что фитотерапия – это растительная терапия. Она очень мягкая, очень деликатная. Вы обязательно консультируйтесь и соблюдайте рекомендации врача. А это рецепты, которые я вам советую. Действительно, иногда могут сделать чудеса, когда вы хотите иметь ребеночка, чтобы вынашиваемость была очень хорошая. Юка очень хорошо. Вот я знакома с ней на протяжении многих десятилетий. Рецепт простой. Прежде всего, мы ее засушиваем. Лучше всего, когда она опадает с куста. Она сухая, уже сама высыхает, потому что так ее очень сложно засушить. Храним в стеклянных банках или в картонных таких коробках. Всего лишь одна столовая ложка. На стакан кипятка, обычно 90 градусов. Остывает, а эту порцию вы пьете на протяжении дня. Можете по полстакана, по тридцать стакана. Обычно пьется до еды за полчаса или между едой. И уже практически за три недели вы почувствуете то, что ваше женское здоровье стабилизируется. Можно пропивать курсами. Месяц пьем, месяц перерыв, месяц пьем, месяц перерыв, месяц пьем. И можно добавлять другие травы, о которых я тоже веду разговор, женские травы. Но вот юка у меня стоит, ну если не на первом месте, то не на втором, это точно. Поэтому прислушайтесь к моим советам. Также о юке, ничитое. У меня есть видео в плейлисте «Цветы о здоровье». И в плейлисте «Мастер-класс. Выращиваем обычные и необычные растения сада, огорода». Это цвета, то есть это особенности выращивания. Но сегодня я забочусь уже о вашем здоровье и рассказываю, какие травы, цветы, как фитотерапия помогают нам профилактически и в восстановлении нашего здоровья. А женское здоровье – это самая главная ипостасия для счастья, для здоровья, репродуктивная функция. Повторяю, юку используют, начиная с пубертатного периода. Это когда девочки только формируются в менструальный цикл, если болезненный он, нерегулярный он идет. Женщины уже постарше используют, женщины в период менопаузы используют. Она прекрасно гармонизирует, восстанавливает нас и стабилизирует гормональный фон. Я вам желаю крепкого здоровья, подписывайтесь. Буду благодарна, если вы поделитесь этим видео в соцсетях. Это очень важно, протянем руку помощи тех, кто болеет. Это очень важно, передача этой информации. Колокольчик оповестит вас о новых видео. А лайк – это, конечно же, благодарность за то, что мы встретились с вами и помогаем друг другу.